МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфир еженедельное культурное обозрение «Седмица» православный взгляд на события в мире. В студии Марины Свинковой. Сегодня в нашей программе. Ануфрий Варфоломею. Письмо без ответа. Сенот Украинской Православной Церкви запретил своему духовенству участвовать в Объединительном Соборе. Писатель, поэт, композитор, христианский епископ и прославленный святой с удивительной судьбой. Святитель Амбросий Медиаланский. 20 декабря Православная Церковь чтит его память. Франц Шуберт. История человека, который не мог не стать музыкантом. Православные судопереводчики из трех стран обсудили в Киеве нюансы своей работы. В Киево-Печерской лавре пройдет выставка-ярмарка ко дню Святого Николая. Планируемый на Украине так называемый Объединительный Собор по созданию Автокефальной Церкви канонически незаконен. Поэтому духовенству и мирянам Украинской Православной Церкви участвовать в нем не благословляется. Такое решение принял Священный Сенот Украинской Церкви. Он проходил 7 декабря 2018 года под председательством митрополита Киевского и всея Украины Ануфрия. Священный Сенот также подчеркнул. Патриарх Варфоломей не имеет права вызывать на такие собрания архиереев Украинской Православной Церкви. Планируемый так называемый Объединительный Собор считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок. Представители Украинской Православной Церкви также заявили, что Церковь не дает благословения духовенству, монашеству и лимирянам участвовать в Объединительном Соборе Украинской Церкви, который запланирован на 15 декабря 2018 года. Священный Сенот особенно обращает внимание, что никто из числа священнослужителей или лимирян не уполномачивается представлять Украинскую Православную Церковь на этом собрании. Напомню, что митрополит Киевский всей Украины Ануфрия отослал обратно без ответа приглашение Константинопольского Патриарха Варфоломея на так называемый Объединительный Собор по созданию на Украине Автокефальной Церкви. Отмечается, что точно так же намерены поступать и другие архиереи Украинской Православной Церкви. Объединительный Собор считается незаконным собранием, а все решения Собора не будут иметь никакой юридической и канонической силы. Он пользовался всенародной любовью. Его блистательное красноречие, христианское мужество и подвижническая жизнь стяжали ему заслуженную славу Вселенского Святого. Святитель Амвросий Медиаланский – это был один из самых замечательных людей своего времени. Писатель, поэт, композитор, христианский епископ и прославленный святой с удивительной судьбой. Для Западной Церкви он стал равным по значению достоинством святителю Иоанна Златоуста на Востоке. Много веков подряд имя святителя Амвросия притягивает внимание не только христиан, но и светских ученых, историков, филологов и философов. Подробнее расскажет Анатолий Басов. Святитель Амвросий и епископ Медиаланский родился в 340 году в семье римского наместника Галлии. Еще в детстве святителя были явлены чудесные предзнаменования его великого будущего. Так однажды пчелы покрыли лицо спящего младенца и улетели после того, как оставили на языке у него мед. После смерти отца семья Амвросия переселилась в Рим, где будущий святитель и его брат Сатир получили блестящее по тем временам юридическое образование. По окончании курса наук Амвросий был назначен наместником областей Лигурии и Эмилии, но жил в Медиалане. В 374 году умер епископ Медиалана Авгсентий. И это повлекло за собой раздоры между православными и арианами, так как каждая сторона хотела поставить своего епископа. Амвросий, как первый градоначальник, отправился в церковь для поддержания порядка. Когда он обратился с речью к толпе, какой-то ребенок вдруг крикнул «Амвросий, епископ!» Возглас был подхвачен народом. Амвросий, который в это время был еще в числе оглашенных, почитая себя недостойным, стал отказываться. Он пытался даже ложно опозорить себя. Пробовал бежать из Медиалана. Дело дошло до императора Валентиниана, старшего, приказа которого Амвросий не посмел уже ослушаться. Он принял святое крещение у православного священника и, пройдя за семь дней все ступени церковной иерархии, 7 декабря 374 года был рукоположен в сан епископа Медиаланского и сразу же роздал всю свою собственность, деньги и имения на украшения храмов, пропитание сирот и нищих. Сам же обратился к строгой подвижнической жизни. Суровое воздержание, долгие бдения и труды Амвросий сочетал с исполнением обязанностей пастыря. Святитель Амвросий, отстаивая единство церкви, энергично противодействовал распространению ереси. Так, в 379 году ему удалось поставить православного епископа в Сирмии, а в 385-86 годах он отказался передать Арианам базилику Медиалана. Проповедь святого Амвросия в защиту православия оказывала глубокое воздействие. Святитель принимал деятельное участие и в государственных делах. Так Грациан, получивший от него изложение православной веры, убрал по указанию святителя из зала Сената в Риме жертвенник Виктории, на котором принимались клятвы. Исполненный пастырского дерзновения, святитель наложил на Феодосия I суровую эпитемию за истребление невинных жителей города Солуни. Для него не было различия между царем и простолюдином. Слава о епископе Амвросии и его деяниях привлекла к нему многих последователей из других стран. Из далекой Персии приходили к нему ученые-мудрецы, чтобы обрести истину. Фритигильда, царица воинственного германского племени Марка Манов, часто нападавшего на Медиалан, просила святителя наставить ее в христианской вере. Святой в письме к ней убедительно изложил догматы церкви. Уверовавшая царица обратила в христианство своего мужа и убедила его заключить мирный договор с Римской империей. Кончина святителя Амвросия, приставившегося к Богу в ночь Святой Пасхи, сопровождалась многими чудесами. Крещаемым же в ту ночь детям он явился в видении. Святитель был погребен в Амвросевой базилике, в Медиалане, под жертвенником, между учениками Протасием и Герлазием. Четвертый семинар по изучению нюансов перевода богослужебных текстов для людей с нарушениями слуха состоялся в Киеве. В форуме приняли участие представители девяти общин по работе со слабослышащими из Украины, Беларуси и Молдовы, а также студенты Киевской духовной семинарии, изучающие жестовый язык. Во время семинара присутствующие обсуждали перевод тропарей и кондаков двунадесятых праздников, тайных молитв литургии и последовательность таинства венчания. Кроме того, состоялись презентации новых проектов и мероприятий, которые были проведены в общинах за минувший год. Кульминацией форума стала сопровождающаяся сурдопереводом литургия. Как говорят специалисты, сурдопереводы переложить для слабослышащих в совершенстве текст литургии и при этом не потерять многогранность смысла в церковнославянских текстах очень сложно. И здесь важны не только профессионализм, но и духовное состояние переводчика. Такие встречи помогают многому научиться. Далее в программе обзор публикаций православных сайтов вы узнаете о том, совместима ли любовь к родине с любовью к Богу, является ли вживление чипов началом электронного рабства и что делать, когда не можешь простить. Интернет-обзор вашему вниманию. Для чего мы постимся? И будет ли пост постом, если кроме некоторого изменения в составе пищи мы не будем думать о покаянии и очищении сердца через усиленную молитву? Для чего наш пост нужен Богу? И как настроить себя, чтобы время поста не прошло данным? Ответы на эти вопросы вы найдете в публикации на сайте Православия и Мир. Во Христе по слову апостола Павла нет ни Эллина, ни Иудея. И все мы, христиане, призваны быть гражданами Небесного Отечества. Как христианину относиться к государству, в котором он живет? Правильно ли будет предельно от него дистанцироваться? Совместим ли патриотизм и христианство? Ответы пастырей по этому поводу вы найдете на сайте Православия.ру. На Западе все больше набирает популярность чипирование людей. Если в 2016 году микрочипы вживили в себе под кожу 100 человек, то в 2017 их число приблизилось уже к 4000 и продолжают увеличиваться. Зачем люди вживляют в себе под кожу чипы? Что дает эта манипуляция и чем она чревата? Каковы могут быть последствия этого процесса? Читайте об этом на сайте Союза православных журналистов. Имя Александра Сложеницына известна во всем мире. Писатель, оставивший свою родину, имел личную непростую судьбу. Накануне столетия писателя священники и миряне отвечают на вопрос «Важно ли для вас творчество Александра Сложеницына?» Публикацию на эту тему вы найдете на сайте православного журнала ФОМА Украины. Нам говорят, что обиды надо прощать. Но почему же многие люди делают это с трудом? Как научиться управлять гневом и злостью? Что дает нам прощение и какие шаги облегчают этот путь? Об этом беседа с практикующим психологом Еленой Загородной, преподавателем Православного Института Святого Иоанна Богослова. Интервью вы найдете на сайте православного журнала Матроны. Читайте и делайте выводы. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю. Вы смотрите «Седмицу» и выпуск продолжит такие темы. Франц Шуберт история человека, который не мог не стать музыкантом. В Киево-Печерской Лавре пройдет выставка-ярмарка ко дню Святого Николая. Первый композитор-романтик Шуберт одна из трагичнейших фигур в истории мировой музыкальной культуры. Жизнь его недолгая и небогатая событиями оборвалась, когда он был в расцвете сил и таланта. Он не услышал большей части своих сочинений. Во многом трагически складывалась и судьба его музыки. Бесценные рукописи, частью, хранившиеся у друзей, частью кому-то подаренные, а порой просто потерянные в бесконечных переездах, долгое время не могли быть собраны воедино. О судьбе одного из ярчайших основоположников музыкального романтизма в сюжете Анны Ригульской. Вена начала 19 века одна из музыкальных столиц мира. Музыка льется повсюду. Она на улицах, в домах, многочисленных кафе, в театрах и концертных залах. Вена влечет к себе музыкантов со всей Европы. Сюда приезжают итальянцы, чехи, словаки, венгры и немцы. И все приезжают со своей музыкой, мелодиями своего народа. Франц Шуберт, близорукий, низкорослый, застенчивый юноша, родился в Вене. С детства он дышал воздухом венских улиц и слушал музыку, которую в его семье очень любили. Он не мог не стать музыкантом, и он им стал. Предки Франца Шуберта были самого простого сословия, но в их семье жила любовь к высокому искусству. Первые уроки игры на скрипке и фортепиано Франц получил от отца, учителя приходской школы. Затем, когда у мальчика обнаружился прекрасный голос, его ввели в императорскую придворную капеллу. Играл он в качестве альтиста и в ученическом оркестре при капелле. Наверняка Шуберт мог бы стать прекрасным исполнителем, ведь он благоговел перед Гайденом, Моцартом, Бетховеном и понимал их музыку. Но что было делать с той музыкой, которая с утра и до ночи звучала в его собственной голове? Талантливого ребенка заметили. Церковный капельмейстер стал учить семилетнего Шуберта игре на органе, а церковный регент пению по нотам. А когда он слегка подрос, его взяли в венскую придворную капеллу певчим. Там же была школа с пансионом. Позже мальчика забрал к себе Антонио Сальери на бесплатное обучение. Он учил контрапункту и композиции. В школе с детских лет Шуберт был уже второй скрипкой в оркестре, исполнявший сочинения Гайдена и Моцарта. И его юные друзья не удивлялись, узнав о том, что в 12 лет он уже написал оперу, написал симфонию, а также ряд фортепианных пьес. На уроках он выполнял требования учителя и корпел над сочинением Арии в блестящей итальянской манере. А дома продолжал писать немецкие песни, которым его влекло больше всего. Когда у Франца, как и у всех мальчиков-подростков, начал ломаться голос, ему пришлось уйти из капеллы. Встал вопрос о его будущем. Отец, ничуть не сомневаясь в способностях сына, все же прекрасно понимал, что для того, чтобы стать композитором, нужен не только талант, но также уверенность, предприимчивость и настойчивость. А этими качествами его робкий мальчик явно не обладал. Поэтому он выбрал для сына другую профессию, учителя музыки, и определил на работу в свою школу. Франц подчинился, и с тех пор жизнь его поделилась на две части. Ненавистные уроки в школе и те скоротечные часы, когда он мог слушать и сочинять свою музыку. Шуберт трудился без устали. На нотный стан наложились песни, хоры, симфонии, сонаты и квартеты. Но его терпению настал предел, и в 1822 году Шуберт навсегда покинул родной дом и отправился навстречу неизвестности. Как и предрекал его отец, Шуберта ждали тяжелые испытания в жизни. У него не было денег для того, чтобы снять комнату, купить одежду, а порой и еду. Но у него были друзья. Такие же бедные, но такие же понимающие и любящие, и ценящие музыку. Именно благодаря им со временем Вена узнала Шуберта. Творческое наследие Франца Шуберта огромно. По интенсивности творчества и художественному значению его музыки этого композитора можно сравнить с Моцартом. За свою короткую жизнь, а он прожил всего 31 год, композитор написал 10 опер, 8 симфоний, а также произведений для фортепиано и более 600 песен. Такие прекрасные его песни, как, например, «Зимний путь», «Лесной царь», «Сиренада» или «Ава-Мария» позволяют назвать Шуберта величайшим композитором-лириком 19 века. «Зимний путь», «Ава-Мария» «Зимний путь» В 1828 году композитор заболел тифом. Его ослабленный лишениями организм не выдержал испытания, и врачи ничем не смогли ему помочь. После его кончины друзья-музыканты собрали деньги на памятник с надписью «Музыка похоронила здесь прекрасные сокровища, но еще более прекрасные надежды». Здесь покоится Франц Шуберт. Спустя 60 лет его прах вместе с прахом Бетховена перенесли на почетное место главного кладбища Вены. Это место стало захоронением композиторов и музыкантов. А еще позже началось открытие творчества Шуберта. Издатели напечатали его произведения, включая все его 600 песен. Франц Лист аранжировал многие песни Шуберта и назвал его поэтичнейшим из всех музыкантов. Йоганнес Брамс гордился тем, что стал главным редактором полного собрания сочинений Шуберта. А к началу 20 века его произведения стали мировой классикой и вошли во все концертные программы. В Киево-Печерской лавре открылась выставка-ярмарка, приуроченная ко дню святителя Николая Чудотворца. Для участия в ней в Киев прибыли представители храмов и монастырей из разных уголков Украины. Выставка продлится до 23 декабря. На ней представлены иконы, богослужебная утварь, книги православной тематики для детей и взрослых, аудио- и видеодиски. А также подарки и сувениры, изготовленные в церковных мастерских, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и многое другое. Посетители смогут заказать поминовения о здравии и упокоении в монастырях, представители которых прибыли на ярмарку. Стенды разместили вкрытые галереи, ведущие от Успенских ворот к площади ближних пещер. Напомню, что традиционно на территории Лавры ежегодно проходят шесть выставок-ярмарок. Светинская, Благовещенская, Вознесенская, Медовый Спас, Покровская и Николаевская. Сегодня это была последняя новость нашей программы. Ровно через неделю наши журналисты подготовят для вас новые интересные сюжеты. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова